Привет, с вами Сойер, сегодня разговариваем про инвариант. Я накидал себе небольшой черновик того, что хочу рассказать. Сейчас смотрю на него и думаю, вообще здесь можно хоть что-то понять. Поэтому буду импровизировать. Начать я хочу с того, что расскажу вам, для чего нужен инвариант. Это, знаете, в прошлом видео про карирование меня упрекнули в том, мол, начинай с того, что расскажи для чего в практической жизни нам нужно будет это карирование, это твой инвариант. Для чего? Ну, в общем, ребята, с инвариантом все сложно. Это теория, достаточно абстрактная теория. И, в общем-то, он служит для доказательства корректности работы ваших программ, ваших алгоритмов. Он применяется в доказательном программировании, в верификациях, в формальных методах, в статических анализаторах, в доказательстве работы, корректности работы циклов, в классах, как инвариант класса, в программировании по контракту. И везде он выполняет ровно одну функцию. Идея инварианта в том, что есть у нас набор каких-то утверждений, которые справедливы в любой момент работы программы. Ну, если быть честным, не в любой момент, а в определенной контрольной точке. То есть обычно этой контрольной точкой является начало программы и конец. То есть если у нас инвариант определен относительно всей программы, он должен быть справедлив и в начале, и в конце программы. В инвариант обычно выносятся утверждения, которые нам важны. То есть если нам важны какие-то свойства программы, мы формулируем их в форме утверждений и формулируем способ проверить эти утверждения. И тогда, выполняя определенный набор действий, мы можем быть уверены, что при сохранении инварианта эти действия были корректными, при несохранении некорректными. И я бы сравнил это, знаете, с чем-то наподобие рычага в физике. То есть рычаг может применяться много где, и основная его идея это усиливать воздействие. Вот и у инварианта основная идея доказывать, что программа работает корректно. Если я вам дам просто определение инварианта, оно вам сломает мозг. По крайней мере мне она ровно это и делает. Инвариант это свойство некоторого класса математических объектов, ну это опять же математическое определение, остающихся неизменным при преобразованиях определенного типа. Ну в общем, определение, которое мало что нам помогает понять. Поэтому давайте я приведу не определение, а демонстрацию того, что такое инвариант в программировании. И сделаю это с помощью такой псевдографики. Начнем с того, что программирование принято считать, это процесс преобразования одного набора данных в другой. То есть если мы рассмотрим задачу программирования, у нас есть некие входные данные, потом есть какой-то черный ящик и некоторые выходные данные. Вот содержимое этого черного ящика, это наша программа, которая производит определенные изменения этих данных. Поэтому если мы оттолкнемся от этой идеи, то у нас изначально есть какие-то данные, обозначим их буковкой D. Далее у нас есть какие-то методы, которые модифицируют эти данные и в конце производят результат в виде новых данных, либо модифицированных данных. Так вот, если у нас в самом начале определены некие утверждения, которые нам важны, и мы хотим быть уверенными, что в конце эти утверждения тоже верны, то для этого нужно понимать следующее. Во-первых, если каждый метод или каждое действие, которое мы выполняем для преобразования данных инвариантно, то есть сохраняет инвариант, то есть вот здесь у нас он был сохранен, потому что изначально у нас есть определение, что в самом начале программы мы определили требования, и они истинны. Вот здесь он был, соответственно, истинным, потом мы произвели какие-то изменения, и вот если этот метод инвариантен, то и здесь у нас остался сохранен инвариант. Ну и продолжая такое рассуждение, мы понимаем, что опять же, если у нас на следующем шаге инвариант сохраняется перед методом, метод инвариантен, и после метода у нас тоже сохраняется инвариант. То есть идея в том, что если у нас определены методы, и каждый из этих методов не изменяет начальный инвариант, то вся программа сохраняет инвариант. А вот в инварианты это условия, это утверждения, которые истинны. И вот уже в инвариант мы выносим те утверждения, которые для нас важны. Сейчас я это расскажу на практике, какой-нибудь пример из математики возьму. Но прежде чем мы это сделаем, давайте поймем еще одну вещь. На практике наши методы, реальные методы в программах, они редко когда бывают инвариантны. Они бывают инвариантны только при некоторых условиях или в некотором диапазоне значений. И на практике мы не знаем, ну или не можем доказать, что наши действия инвариантны. И тогда, соответственно, мы не знаем, сохраняется ли у нас инвариант. В таком случае эти методы, которые являются не инвариантными, можно объединить в блок, который мы назовем M'. Можно к ним добавить еще какое-то действие, которое обычно является проверкой, да, какой-то проверкой, каким-то if. И тогда, благодаря вот этому действию, мы можем из нескольких инвариантных действий, не инвариантных действий, сделать блок, который будет являться инвариантным. То есть вот этот M' это уже инвариантный. Это мы можем доказать или как минимум показать. Иногда бывает так, что несколько инвариантных действий, не инвариантных действий объединяются и можно доказать, что результат все равно будет инвариантным. И здесь идея в том, что в программировании мы, как правило, имеем дело с методами, которые не всегда инвариантны. Но объединяя их группы, добавляя условия, добавляя проверки, мы можем доказать или показать, что полученный метод инвариантен. Таким образом, по сути, вот это вот можно назвать функцией. Если мы программируем с помощью функции, то M' это функция, содержащая какие-то действия, каждая из которых может быть в отдельности не инвариантна, но в сумме они дают инвариантный результат. И тогда получается, что наша программа преобразуется. Есть данные, есть блоки каких-то действий, относительно которых мы доказали или показали, что они инвариантны. И тогда в целом у нас получается, что программа остается инвариантной. То есть вот здесь в D' мы показали, что она остается инвариантной. И в этом суть. То есть когда мы определяем инварианты, мы показываем, что те действия, которые мы выполняем, инвариантны. И результат, соответственно, тоже инвариантен. Я думаю, теории достаточно. Давайте теперь немножко посмотрим, как это связано с практикой. Я взял пример функции. И сейчас давайте посмотрим, что здесь чем является. Если коротко, то общий алгоритм при разработке такой. Мы первое, должны определить инварианты, дальше определить данные, определить, что эти данные не нарушают инвариант. Далее мы должны выполнить действия, показать, что эти действия не нарушают инвариант, то есть являются инвариантными. Далее мы должны вернуть результат и в конце проверить еще раз инвариант. Он не должен быть нарушен. И здесь все это делается. Смотрим. Смотрите. L это как раз наши входные данные. Это то, что мы обозначали буковкой D. вот эти два действия это как раз определение инварианта из него следует что инвариант должен первое l должно быть массивом то есть списком значений и если это не так мы здесь и выбрасываем исключение дальше каждый элемент этого массива должен быть тегом тег это у нас некая структура которая содержит значение тега и количество раз сколько мы его использовали каунт да вот что-то такое следовательно если этот вариант соблюдается в этой точке мы переходим к выполнению действий если нет выбрасываем исключение дальше у нас идут конкретные действия вот м и наша задача как разработчиков гарантировать что внутри этого этой функции не делается ничего такого что нарушает инвариант то есть с позиции нас как разработчиков что мы должны сказать если мы получили данные эти данные соблюдают вариант то далее я не сделаю ничего такого что нарушит этот вариант и в конце этот вариант будет соблюдаться таким образом если вот эти действия которые мы определили будут инвариантны то мы можем их выполнять и они никак не нарушат нашу инвариант а чтобы понять являются ли эти действия инвариантными нам нужно посмотреть на содержимое сейчас я перейду к практической части мы посмотрим как здесь все реализовано какие действия являются инвариантами какие нет как это можно понять но принципиально прежде чем мы перейдем к практике важно понять еще одну вещь смотрите важно не только то является ли действия инвариантом а важно то что мы передаем ей данные которые в зависимости от которых функция может перестать быть инвариантной поэтому в данной ситуации у нас нет пользовательских данных то есть input у нас отсутствует пользователь здесь ничего не вводит мы знаем что у этой функции есть условия которые называются предусловиями и мы их выполняем мы передаем ей список из тегов и название тега и вот важно принципиально помнить что если мы используем инварианты то в соответствии с программированием по контракту желательно еще определять предусловие это те условия которые предъявляют функция для того чтобы не нарушить инвариант и пост условия это то что функция гарантирует то есть после своего выполнения и вот пред и пост условия они должны укладываться в определение нашего инварианта давайте посмотрим на практике как выглядит вот эта программа начнем с того что первое инварианты заданы и в начале и в конце но первый нюанс если вы присмотритесь повнимательнее то поймете что в первом случае мы проверяем является ли l массивом и это по сути проверка на тип переменной во второй проверке мы проверяем что l состоит только из тегов и это тоже проверка на тип все дело в том что javascript является языком с со слабой типизации и поэтому такие проверки здесь актуальны но не надо думать что если бы здесь была сильная типизация типа flow или typescript а то никаких других инвариантов бы не потребовалось все еще есть задачи связанные с контролем целостности с контролем бизнес логики и так далее которые могут выражаться в виде инвариантов просто в данном случае для простоты использованы вот такие проверки кроме этого когда мы проверяем на то что список состоит только из тегов у нас появляется еще один дополнительный вариант который связан с нюансами языка да то есть у нас если есть значение null, undefined или none это всегда особый повод для волнения в данном случае потому что если у нас t является null то она имеет тип object и тогда вот эта проверка будет падать с ошибкой потому что у null нет поля count таким образом когда мы выстроили проверку инвариантов мы можем быть уверены что l является именно тем что она является дальше мы входим уже в зону нашей ответственности и здесь мы должны гарантировать сохранение инварианта и для этого нам нужно понимать что мы выполняем какие действия мы выполняем обратите внимание здесь все методы указаны с подчеркиванием это говорит о том что это приватные методы что это наши методы они находятся в зоне нашей ответственности и контроля именно поэтому мы можем использовать их не с такими жесткими средствами контроля о чем я говорю смотрите в данном случае у нас без всяких проверок берется l и в нее пушится значение и у программистов на java скрипте обычно возникает вопрос а если это будет не список так вот когда мы проверяем и смотрим является ли действие инвариантом мы смотрим не только функцию а целиком все действие то есть когда мы проверяем код в зоне своей ответственности мы знаем что мы полностью его контролируем мы контролируем что мы передадим в качестве параметров и в данном случае мы видим что это получает список и по всему нашему коду до выполнения следующего инварианта мы видим что он получает только список то есть мы сами знаем что здесь нет никакого другого поведения первый параметр всегда список это никак не меняется на протяжении жизни всего этого параметра второй параметр это всегда строка и это мы тоже легко видим исходя из-за его описания но если бы у нас здесь был текстовый ввод со стороны клиента чтение из памяти из сети то эту гарантию мы бы уже не могли дать без дополнительной проверки то есть вот эти действия являются инвариантными полностью не надо рассматривать по отдельности и то есть не надо рассматривать с позиции если такой набор данных который может сломать инвариантность есть но он у нас не используется поэтому всегда рассматривается только с позиции того что есть у нас второй момент если бы это был публичный метод здесь бы требовалась проверка предусловий и пост условий если бы эти условия совпадали это было бы инварианта то есть инвариант требуется проверять только в том месте где мы соприкасаемся с публичными методами то есть в данном случае старпоинт это специально так названо это внешний интерфейс сюда могут передать что угодно поэтому здесь проверяются инварианты далее в своей зоне ответственности мы целиком анализируем действия и если это действие инвариантно мы можем реализовывать приватные методы исходя из того что инвариант сохраняется но бывают случаи когда мы недопонимаем является наше действие инвариантом или нет в каком случае это может возникнуть здесь вот смотрите у нас есть метод touch и он очевидно должен на вход принимать тег и возвращать это инвариант уже этого метода он приватный и так как мы не делаем здесь явной проверки то есть у нас здесь нет инварианта или давайте его добавим да у нас есть такой инвариант то есть здесь мы говорим у нас неявно есть проверка на то что тег входной является тегом да и мы добавляем соответствующий вариант запускаем программу все работает но смотрите в чем дело этот инвариант мы не добавляем сюда только потому что мы контролируем полностью весь метод но мы можем ошибиться мы можем ошибиться и вот здесь например переписать вот этот метод следующим образом и мы тогда нарушим инвариант как вы понимаете почему потому что у find есть значение undefined следовательно если мы попытаемся сделать touch тега которого не существует то мы нарушим инвариант нашего метода и вот это как раз основная задача программиста который разрабатывает код видеть требования своей функции видеть ее пост и предусловия видеть ее инварианты и соблюдать их и соблюдать тот факт что в своей зоне ответственности ты должен обеспечить выполнение всех инвариантов к слову сказать если мы оставим предыдущий вариант он абсолютно инвариантен тому чтобы ввести неверный несуществующий точнее тег то есть вот здесь это важная деталь мы взяли на вход и проверили данные на входе на инвариант он выполняется дальше мы должны сами принимать решение относительно тех вызовов которые мы делаем и быть уверенным что эти вызовы инварианты тогда на выходе наш инвариант тоже будет сохраняться и это позволит писать более надежные программы если вы сомневаетесь то добавляйте явную проверку на инварианты на пост условия на предусловия в те функции которые вы используете это исключит возможность вашей собственной ошибки но добавит вам много головной боли по хорошему достаточно проверить инвариант на входе в вашей зоне ответственности потом выполнить инвариантные действия и проверить инвариант на выходе хочу обратить внимание что все эти проверки они выпадут только в рантайме если бы у нас была статическая типизация мы бы могли увидеть это при статическом анализе при сборке поэтому тесты инварианты не отменяют но они определяют границы этих тестов и более того позволяет построить не только позитивные но и деструктивные тесты поэтому инварианты это мощная техника которая позволяет вам повысить качество своих программ но она не делает стопроцентно их работающими то есть если в алгоритме вы можете гарантировать корректность алгоритма то реализацию этого алгоритма стопроцентно корректно вы не можете гарантировать также и здесь если программист не видит что он нарушает инварианты собственных функций гарантировать качество работы своей программы он не может и как правило хорошие программисты они либо чутьем своим хорошим чувствуют такие моменты либо просто анализируют где они могли нарушить инварианты какие инварианты определяют эти инварианты и этим добиваются качественной работы поэтому старайтесь автоматизировать этот навык и у вас все будет хорошо спасибо что слушали с вами был совер до свидания